Спилс-карта – это деревянная мозаика на магнитах, состоящая из различных субъектов Российской Федерации. В нашей стране такие карты очень популярны, поскольку позволяют в игровой форме продемонстрировать знания географии Отечества. Смотрите репортаж с районных соревнований по скоростной сборке спилс-карт Краснодарского края и России. Состязания проводятся с целью популяризации географических знаний, воспитания патриотизма, формирование национального и гражданского самосознания, а также укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Собрать спилс-карту совсем не так просто, как кажется, тем более на время. Нужно хорошо знать географию, помнить расположение муниципалитетов и субъектов Федерации, а также уметь работать сообща, если сборку проводят двое. Ребята в команде по четыре человека будут собирать карты Краснодарского края и Российской Федерации. Задача сделать это как можно быстрее, но есть определенный временной норматив. В случае, если человек успевает выполнить задание за время, собрать карту Кубани за три минуты, а Россию за восемь минут, он выполняет норматив федеральной программы. Есть такая программа, называется «Знаю свое отечество». В этом случае он получит стимул в виде нагрудного знака с удостоверением, это установленного образца, по аналогии, как происходит при выполнении норм ГТО. В зале «Белой ладьи» собрались учащиеся из школьных команд, которые будут бороться за лидерство в соревнованиях. Они были настроены по-боевому. И нужно, конечно, обязательно знать историю и географию своего родного края и страны. Ну, в данном случае я буду собирать карту нашей страны. И я считаю, что мы выступим достойно. Это не первые мои соревнования. Я считаю, это очень интересно, развивает кругозор. Очень приятно защищать честь школы. Мы к этому готовились и, надеюсь, мы очень хорошо выступим. Учащаяся пятой школы Анастасия Балаценко очень уверенно собирала карту Краснодарского края. Стремительно складывающаяся мозаика обрела хорошо знакомые всем очертания Кубани за две минуты 32 секунды. Это победа в личном зачете среди девушек. Среди юношей победил ученик 29-й школы Владимир Школа. А в сборке карты Российской Федерации не было равных Льву Аванесову и Веронике Шуберт из 16-й школы. 85 российских регионов они сложили вместе всего за 6 минут 36 секунд. Блестящий результат юных любителей географии, который принес им первое место в личном зачете. Я очень увлекаюсь географией. Мы с Львом смогли достичь хорошего результата. 6 минут 36 секунд – это очень хорошо. Мы с ним раньше еще тренировались, собирали. Знать географию, знать свою страну – это очень круто и очень хорошо. Благодаря этому мы смогли хорошо выступить на этих соревнованиях и достичь своего результата. В командном зачете первенцовали ребята из Петровской 29-й школы. Серебро у команды из Славянской 18-й школы. И замыкает тройку призеров команда 46-й школы из хутора Нищедимовского. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Программа «Славянская 18-й школы». Георгий Калинин. Программа «Славянская 18-й школы».